Крупный план Хорошо, мы сегодня будем Говорить о переработке тары Мы начнем с этой темы Потому что она интересна Хорошо Итак, мы уже говорили о том Как-то в одной из наших передач Что Вятич готов принимать От жителей нашего города Стеклотару То есть это та посуда Татаров, которая продается Давай сразу точке надо и поставим Во-первых, Вятич не готов принимать А он уже принимает и принимает достаточно давно Это первое То есть мы действительно принимаем так называемую Оборотную тару Принимаем ее по 3 советских, ну русских Уже российских рубля То есть Момент Сейчас я посмотрю Да, совершенно правильно Мы принимаем по 3 рубля То есть 50% 50% Мы принимаем То есть 50% стекла Которые мы выпускаем Это оборотная тара Принятая у населения То есть мы собираем 50% того, что мы реализуем В Кировской области Мы собираем по 3 рубля То есть нам привозят Собирают И так далее И так далее И так далее Почему это хорошо? Мы все, я думаю, понимаем Вся эта тара В хорошем виде Которая к вам попадает И потом идет в обратный оборот Она не попадает на мусорные полигоны Не засоряет нашу природу Это вот один из Это экологический момент Он интересен Как я помню Зеленым Интересен всем ребятам Которые радеют за экологию И это правильно Это тренд Все замечательно Хорошо Но главная фишка На самом деле в том Что мы принимаем оборотку Оборотку А оборотка категорически Отличается от Облегченного Так называемого стекла То есть Чтобы было понятно Это не всем ясно Мне в своем году В последнее время тоже было не ясно Не интересовался Оборотная тара Позволяет ее использовать До 50 раз То есть Ты принимаешь бутылку И моешь ее Наливаешь Выпускаешь Собираешь снова И так далее И так далее То есть Для нас Это открытым текстом Это можно сказать Для нас это выгодно В первую очередь Потому что Мы избегаем затрат На закуп Новый Раз Новый тар Да Совершенно правильно Почему То есть Цена на нее прыгнула Почему это произошло Чуть позже Но Мы собираем эту тар Она очень выгодна А Во-первых Вся Европа Сидит на оборотке То есть НРВ Это европейский стандарт Назовем евро Бутылка Что такое НРВ Это вид такой Ну НРВ Это стандартная Ты увидишь В любом магазине Стандартная бутылка Евро Но Есть еще Чебурашка Вот Зеленая 31 безалкогольная Первая партия Большая первая партия Была выпущена Как раз так называемой Чебурашки То есть С одной стороны Это был правильный Хороший Интересный ход То есть Люди Увидели бутылку Абсолютно идентичную Тому В которой Было безалкогольное Конечно же Пиво При Советском Союзе То есть Один в один Спирскорим Должен сказать Что стоимость Чебурашки Чебурашки Вот этой Прекрасной Бутылки Составила 8 рублей И К сожалению У нас Просто Кончилась Первая партия Вторую Мы пока Не собрали То есть Пока Сейчас Она Зеленая 31 безалкогольная Пойдет В НРВ Ну Стандартная Другой Да Ну Стандартная Которые Привыкли Все потребители Продукции Вячи Но Мы Оборотная Тара Ее можно Мыть До 50 Раз То есть Взяла По-моему Запустила Стола А так называемая Облегченная Стекла Ну К примеру Это Балтика Клинская Еще кто-то Выпускает Много И другие Марки Выпускающие Безалкогольное Они выпускают Облегченная Которая Лопается И Деформируется При мытье То есть Ты эту бутылку Повторно Не используешь Вот Автоматически Это бой Автоматически Это загрязнение Автоматически Это отходы И нагрузка На те самые полигоны Оборотная Тара Этого Недостатка Лишена И мы В Европе Вся Продукция Идет в оборотке Почему Потому что Существует Госпрограмма Поддержки Которая Позволяет Эту оборотку Утилизировать То есть Ну Приведу пример Который абсолютно Понятен Причем Утилизация Ну Мы это коснемся Позднее Но утилизация Вообще Тары В Европе Касается Всех ее видов То есть Это и банка Это и пластик Это и стекло Когда я Сподобился Все-таки Побывать За границей Это помню Было Финляндия Первый раз Я очень удивился Когда Дети В автоматы Которые стоят В Хельсинки Буквально Через 100 метров Там у каждого Заведения Значит Они Дети Собственно Берут И сдают Свою Кока-Колу Там еще Что-то Еще Что-то Все Они сдают В эти автоматы Тару Из-под любого продукта Они получают За это денежку То есть Это госпрограмма Когда ты сдаешь Она оценивается Тебе выплачивается Все То есть Утилизация полная Никакой нагрузки На мусорку Нету Все это У нас Понятно Этого Практически Не существует Но ведь Для того Чтобы собирать Эту оборотную Тару Надо Собственно Отстроить систему Это требует Дополнительных затрат Это все На плечи Производителя Ложится Нет Нет Это не так В каком плане То есть Это ложится В первую Ну Это ложится В первую очередь На бюджет Регион Раз И Это ложится Автоматически Ложится На жителей Региона Почему Потому что У нас сейчас Существует Прекрасный Который мы так Полюбили За последние годы Да На тему Которого С квадратного метра Мы в первую плате Да Наломали копья Все тут По-моему Кому не лень было То есть Действительно Огромные деньги Насколько я знаю Там несколько миллиардов Бюджет Куприта Ну вот я Помню Ну предполагаем Да Да То есть отдельно Там очень много Писем на тему Того Как эти деньги Расходуются Что они себя представляют Почему они такие Но Тариф на данный момент По-моему С квадратного метра Составит 3,85 рубля Да Вот То есть я Если я правильно помню Значит 3,85 Составляет С квадратного метра Сбор То есть каждый месяц Приходит Вовшебная квитанция И В этой Вовшебной квитанции Стоит Ну грубо говоря Если по данным Кировского Статистического У нас На одного человека Приходится В городе 24,1 Квадратного метра Ну пусть 25 Ну не важно Ну скругленно Да То есть у нас будет Порядка Ну в районе там 200 рублей Где-то 168 По-моему Я не помню За двухкомнатную квартиру Ну да Да Это даже не двухкомнатную Это меньше Потому что Ну 24 квадрата Это все-таки Однокомнатная Скорее 48 это еще Двушки Это еще двушки Такие Которые строились В 80-х годах Ну ладно Не важно Короче говоря Мне подсказывают В районе 92 Сколько В общем чуть больше 90 рублей Приходится на человека В среднем Если поделить 92,75 по-моему 92 рубля С копейками За вывоз мусора Средний кировский житель Как среднюю температуру Поповати Ну наверное Значит Вернувшись к вопросу Вятища Вернусь к вопросу Оборотной тары Потребление душевое У нас пиво Если я правильно Безалкогольного пива Конечно Безалкогольное У нас 62 литра в год Да На душу населения Это в Кировской области Да Конечно 62 литра в год Ты платишь На душу населения А Это Что получается 5 литров На Месяц То есть 5 литров в месяц Грубо говоря Значит 5 литров в месяц Это опять же Грубо и примитивно Это 10 емкостей От безалкогольных напитков Которые можно сдать Только безалкогольное Как известно Пьют кировчане Это самая не пьющая Территория в Советском Союзе Которые можно сдать Совершенно правильно Значит Вот эти 10 бутылок Мы говорим Сейчас в данном случае Не о продукте А о таре Вот Мы Берем эти 10 бутылок И сдаем их Вятищу Мы получаем 30 рублей То есть Грубо говоря Мы Треть стоимости С данного мусора То есть Из каждой квитанции Кировчане Могут убрать Треть денег Которую они Расходуют Просто сдавая тару Не выбрасывая Не выбрасывая ее В контейнер А просто сдавая Еще раз Выиграем две вещи То есть мы Во-первых Позволяем Кировчанам Экономить Немного Но если посчитать Количество людей В семье Протяженность Год Почитаем Цифру Год Она Все-таки Уже Приятная Можно в кафе Сходить на эти деньги Да Да Поесть мороженое Совершенно правильно Но в любом случае В любом случае Это здравая Нормальная экономия Раз Второе Мы убираем Нагрузку на полигоны Мы делаем шаг К тому Чтобы Фактически Осуществить Вот из-за чего Затевалась мусорная реформа Мы все знаем Да То есть официально Ее провозглашали Эта реформа Призвана Сейчас скажу Эта реформа Призвана Переработать Мусор То есть не просто Его складировать Да А переработать Мусор То есть соответственно Пустить во вторичный Оборот Что называется Мы уже фактически Принимая тару Получаем Эту самую Вторичную переработку Причем В идеальном варианте Вы сдаете тару Она отправляется На завод Завод ее оборачивает Нет никаких Вариантов Нагрузки На экологию региона Нет никаких Полигонов Никакого хранения Ничего этого нет Все Плюс мы вычеркиваем Из этого Фактически Сам сбор мусора Тариф на вылаз И так далее И так далее То есть этот Денежный ручеек Мимо Куприта Выходит на самом деле Вот так я тебе объясняю То есть Это еще способ Простите пожалуйста Отомстить В некотором смысле Заведение дополнительного И очень большого тарифа Я жучу сейчас Если какое-то количество В этом прекрасном Самом добродушном Светом городе В мире Мстительных Кировчан найдется Ну пусть они найдут Способ Отомстить Куприту Наконец Хорошо Значит Треть Квитанции Убирается Мы получаем Безотходный Фактический способ Мимо От мусорной Компании Все замечательно Есть только один вопрос Владимир Да Это должно быть доступно С точки зрения Того что Вот ты Потребил продукт Вымыл Сполоснул тару Положил ее В сумочку Экологическую Желательно Принес Издал Куда Это раз Это раз Совершенно правильно То есть Пункты У нас полностью Отсутствуют Пункты сбора Да Совершенно То что было В советское время Практически В каждом магазине Ну Десять лет назад Приблизительно Они решения Муниципалитетов И так далее И так далее Были просто выдавлены Сделали их Нерентабельными Неинтересными То есть Эта тема Никого не интересовала Действительно На сборе посуды На сборе посуды Больших денег Ты не найдешь Правильно То есть Идея о том Чтобы сделать В каждом доме Такой пункт сбора Это конечно фантазия Да По одной простой причине То есть С чего-то надо начинать То есть Ясно что это Не в каждом подъезде Не в каждой парадной Ну конечно Но по крайней мере В магазинах По крайней мере В точках Где все это продается Это по идее Должно быть Это первое Но Во-первых Первый барьер Это то что Законодательным Мы должны их вернуть То есть Мы должны Каким-то образом Организовать В Кировской области От посуды сбора Почему Мы уже лет Надо на уровне Законопроекта Мне кажется Это муниципальная норма Любая может быть Это в конце концов Сознательный бизнес Может к этому подключиться Это ведь их право Но это муниципальное Вот это решение Это фактически законодательство Это внесение В устав Кирова Каких-то изменений Понятно Ну не в устав Я имею в виду Распоряжение Вот То есть Мы должны Во-первых Получить разрешение На то Чтобы это произошло То есть Открыть эти точки Раз И Понятное дело Что прицел На самом деле В сборе тары Должен в любом случае Строиться на то Что мы это автоматизируем Рано или поздно В Москве В Питере Ребята уже начали Ставить Я помню эту информацию Начали ставить аппараты Я не помню Там прием пластика Но за границей Это вообще повсеместно Работает Для стеклотара И в Германии И в Финляндии Для банок Жестяных Для всего Да Да Потому что Это действительно стоит В каждом магазине Это госпрограмма То есть там Федеральный закон Регулирует Никто совершенно Не заморачивается Просто сдают Получают деньги И тут дальше Да И там стоимость Продукта Непосредственно Который ты в таре покупаешь Это сумма заложена Конечно Сейчас мы к этому перейдем Потому что Само правильное Тоже решение Но Глядя на нашу Дисперкрасную Чарующую действительность Часть из которой Мы видим в телевизоре А часть на улице В которой мы сейчас Добирались до Эхо Москвы С таким трудом Что видимо Дворники все были Расстреляны в 17 году И с тех пор Их не возродили Не произошло Популяция Не восстановилась То есть То что мы не грохнулись Там Причем мы видели Как падали Сотрудники Эхо Москвы Проходящие к дверям За радио Очень интересно Причем это в 100 метрах От правительства У которого с фасада Отковался кусок штукатурки Ну так это между дел Вот Это вся красота Мир прекрасен Мир прекрасен Возвращаемся к этому И вот в нашей прекрасной стране Абсолютно понятно Что мы сразу Эти автоматы не поставим Между тем Буквально Вчера мы говорили С одним очень уважаемым человеком Он говорит В принципе Завод Лепси Еще у нашей оборонки Сделать подобные автоматы И даже поточно их выпускать Никаких проблем То есть это статья Не просто бюджет Это статья Для самого предприятия Мало того Это еще история Которая вполне отвечает Федеральному тренду И запросам Федерального правительства По поводу того Что оборонные заводы Должны выпускать И продукцию Для гражданского рынка Востребованные Совершенно верно То есть Вот смотри Первый вариант Это Естественно Открытие точек Это обязать Муниципалов Открывать эти точки На самом деле Раз Второй момент Это сделать Прицел На то Чтобы наши заводы Если бы я был Как бы Облечен властью Возможности Если бы я была царица Совершенно правильно Первое Что я бы сделал Это Вот кировский завод Оборонка Который может перепрофилироваться Ну пусть он выпускает Эти аппараты Для всего Хотя бы Приложского Федерального Украина Какие проблемы То есть Быстро Эту инициативу Поднять Заобязать наши заводы Привести эту инициативу И все Вперед У нас Муниципальная реформа Семильными шагами Пойдет Но это вот По поводу автоматов Если бы я был На месте Какого-нибудь Министра Промышленности Еще что-то Я бы эту тему Уже задвинул Имеется ввиду Предложил в лепсе Еще кому-то Обсудил Отправил По преду Привозг к федеральному Украине То есть Как бы Поработал Тем более Что под эту тему Еще федеральную субсидию Можно получить Это мягко говоря Но Вот у нас Сбор Который мы обязали делать Ведь проблема Заключается в следующем Да Это надо делать Да Это экономия в квитанции Третьей квитанции Минимум Да Это снижение нагрузки На полигоны Да Это поддержка Собственно указа президента Но Наш человек Даже вот он Выпил Безалкогольного Зеленого 31 В руках у него Пустая бутылка У него вопрос Таскаться с этой бутылкой Куда Где Если этих пунктов мало Или если они плохо организованы Никто туда Толком не пойдет То есть Будет какое количество Людей Которые будут собирать Вести и так далее Это надо сделать Доступным Для всех Это раз То есть Вот Первый шаг На самом деле Да Это сбор То есть Организовать сбор Вятич сейчас Может принимать Порядка Миллиона Единиц В месяц Но вы же с частниками Не работаете Или работаете Со всеми Со всеми Какая нам разница То есть Можно приехать На предприятие И привезти Сознательному гражданину Который месяц Копил у себя дома Стеклотару Чтобы не засорять полигоны Дело в том Что Я знаю Примеры Из своего Печального Семейного опыта То есть У меня жена Которая вдруг Внезапно решила Помочь планете Она берет Собирает И пластик Собирает стекло И она везет На своей машине Так многие делают Между прочим Вот это для меня Полное открытие Потому что я такой Немножко Менее социальный человек То есть я меньше люблю Все эти вещи Но раз она это делает Значит будут делать все Это сознательный человек Ну хорошо Спасибо Я ей передам Но вопрос сбора То есть где мы Это организуем Мы можем брать миллион Да Вопрос И этот вопрос Не празднует Почему Потому что Как только ты говоришь О том что давайте Организуем эти пункты сбора У любого чиновника Возникает вопрос На какие деньги То есть откуда Собственно Наше правительство Ну регион фактически Откуда оно может Дзять деньги На то чтобы Эту мусорную реформу В отношении Стеклотары Ее как-то Продвинуть Провести Все чрезвычайно просто Необходимо ввести Просто-напросто Экологический сбор Вот тот Который существует В Европе То есть каждая единица Вот этой продукции Облагается Экологическим налогом То есть грубо говоря С каждой бутылки Вот мы Собираем бутылку По 3 рубля Да Вяч Да хорошо Отлично совершенно Давайте введем Экологический сбор 3 рубля Так Владимир Сейчас я все-таки Задам важный вопрос Этот экологический сбор Должен платить кто? Производители продукции? Продавцы продукции? Или покупатели продукции? Нет Конечно же продавцы Ну о чем Продавцы? Конечно Конечно Как иначе То есть это магазин Должен платить? Конечно Конечно На кассе В магазине Отдельной строчкой Через терминал Через ровную систему Загоняется 3 рубля Экологического сбора Который автоматически Платится С каждой единицы продукции Все А вы думаете Магазины будут готовы На такое? А что значит Магазины не готовы? Это как ты себе представляешь? Ну они скажут Нет мы не хотим У нас и так Ну вы метаете черты Матери из Кировской области И все Вы не хотите подчиняться Законодательству Кировской области? Я-то думала Что это все-таки Будет как-то по-другому Немножечко устроено То есть Наценка какая-то Определенная на тару Делается Покупатель ее платит И потом он как раз Заинтересован в том Чтобы вернуть эту тару Чтобы получить обратно Свои деньги Нет Ты абсолютно права То есть покупатель Получает кэшбэк Это ясно совершенно То есть я купил Безалкогольный На 31 Я его сдал Получил свои 3 рубля Все замечательно Я вернул эти деньги Отлично Отлично Но Но Любая продукция Которая идет Через кировские магазины Облагается Экологическим сбором В размере 3 рублей Бюджет Начинает наполняться И наполняться Очень хорошо За счет Вот этого Притока Бюджет То есть Если эта тара Не собирается То человек ее Не реализует Она не оборотная Не возвращается Вот то есть То бюджет все равно Получает средства На создание Системы сбора И дальнейшей Переработки Или запуска В оборотах Если это не оборотная тара То человек просто Платит 3 рубля Да пожалуйста Привози в любой таре В какую Можно ее утилить То есть Дело в том Что не оборотную тару Утилизировать нельзя Это гарантированный мусор Это гарантированная Нагрузка на полигоны То есть Любая тара Которую ты не можешь Вернуть обратно В производство Это мусор Вот за этот мусор Ты плачешь 3 рубля Вот и все Подождите Я их уже плачу Когда из квадратного метра Плачу Владимир Платит производитель Конечно Аня Ну что ты путаешься Все очень просто 3 рубля Вводится сбор На 3 рубля Если ты покупаешь Продукцию Которая является То есть тара Которая является мусором Про содержание Мы не говорим Продукции Кроме Кроме НРВ То есть Все что кроме НРВ Это мусор Это невозможно Никто не сможет Этого сделать Тут речь не о вяче В принципе идет Никто Ни один завод Не может принять бутылку Которая не НРВ Он ее не переработает Вся эта бутылка Бьется Переводится на полигоны И там лежит Да Засоряет И так далее И так далее И так далее Стеклянный бой Я знаю Покупают Но это очень маленькие вещи Да А 3 рубля Это вот такая прям Фиксированная сумма Или она может как-то Меняться В зависимости от обстоятельств Рубль Два Три Она может только расти Она может только расти По одной простой причине Значит Буквально В прошлый месяц По-моему Немцы К большому нашему удивлению Они начали покупать В России Стеклянную бутылку Очень много покупать Зачем немцам Где и так все есть А потому что Она дешевле получается Чем бутылка Которая немецкая И они закупают Лавиной совершенно Вот это самое НРВ Они закупают В России И сейчас НРВ Вот я объясню Хоть что-то немцы У нас закупают Я объясню под оплеку Почему в Вятичу Этот проект Категорически интересен Категорически И почему же? Потому что это Коммерческая выгода Для завода То есть 6 рублей Они сейчас Цена взлетела 6 рублей Стоит НРВ В продаже Одна штука Одна А мы покупаем ее по 3 Ребята Мы готовы покупать у вас по 3 Все что хочешь Немедленно Мы 100% продукции будем гнать В той НРВ Которую собрали Никаких проблем Мы молиться будем Помогать Двумя ручками Все делать Давайте 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 Мы поучаствуем В разработке Того Сего В автоматах Ребята Что хотите Но нам Это нужно Мы готовы В этом участвовать И анекдот в том Что это нужно Нам Это понятно Вот под оплеку Мы выигрываем Просто на стоимость Вам как предприятию Конечно Это нужно Кировчанам Потому что Они получают Возврат денег С мусора Они получают Облегчение Они получают Прибыль И так далее И так далее И так далее Это нужно Правительству Это тоже абсолютно Понятно Потому что Ты вводишь Экологический сбор Ты получаешь Деньги на реализацию Этой мусорной реформы Мало того Ты еще и систему Выстраиваешь За которую тебя Потом похвалит Москва Совершенно правильно Но ты можешь Тиражировать Все это На приволушке Федеральной Ты можешь оказаться Впереди Планеты всей Ну по крайней мере В радиусе Там тысячи километров Да То есть Это прекрасный проект Выгодный правительству Интересный Малый бизнес Совершенно верно Малый бизнес Мне подсказывают Это еще Один момент То есть Мы создаем Приемный пункт Приемные пункты Сбор тары Мы создаем Рабочие места Пусть их будет Там не знаю 100, 200, 300 человек Там 500 по области Задействован Тысячах Ну хорошо Тысяча человек Задействован По области В целом Но это Тысяча людей Получающих доход Это Тысяча семей Вот У нас Еще с советских времен Все любят Мыслить Категориями Полетов на Марс Там 10 миллионов человек Туда 10 миллионов сюда Там Стройки века Не надо так думать Надо думать Очень конкретно Давайте Вот Тысячу человек Накормим Это Плюсик в карму Но Плюсик такой Финансовый То есть Тысяча рабочих мест Примерно Еще раз Смотрите Мы выигрываем Как завод Мы получаем Прекрасную Совершенную прибыль За счет того Что мы собираем Выигрывает регион За счет того Что он проводит Мусорную реформу И Москва С восторгом Глядит на нашу Кировскую область С криком Молодцы Молодцы Давайте пожмем руку Всем Дает нам денег Дает денег Они дадут На это конечно Потому что Если мы запустим Автоматы Это в копилку Наших заводов И это опять же Товар Который может реализовываться Везде Тоже вариант Плюс мы еще Воспитываем Гражданское самосознание Жителей Кировской области Гражданское самосознание Во-первых Помимо денег Получают еще И такое вот Моральное удовлетворение От того Что они природно Не засовываются Нет Этот тренд На тему Личного развития На тему Экологии На тему Вещей Которые человек Делает просто Потому что Им кажется Что это правильно Он верный Тренд я считаю То есть Степ-бай-степ Медленно Медленно Не спеша Но мы Вот Я двумя руками За то Что мы перенимали В Европу Именно лучше То есть Те вещи Которые действительно Объективно У Европы получили Все очень хорошо Вот это у них Получилось Ну давайте Переимем Это не фантастический Проект Это нужное решение Муниципалитетов По приему И экологический сбор Который правительство Кировской области Утвердит Это не фантастический Первые шаги Которые могут быть Сделаны в этом направлении Какими должны быть То есть Вы готовы Выходить на законодателей Законодатели Вас должны услышать И пойти в правительство И сказать Что вот ребят Есть такая идея Люди должны Выйти на улицу И сказать Нет Нет Ну что вы Нет Это будет не так Нет Вывозить Вывозить Точнее На улицу людей Нет Это мы пока не готовы Нет Я не об этом Я не об этом Я как раз имела ввиду Те экологические акции Которые проходят Во время у нас Каких-то экологических Компаний Которые проводят Общественные организации Когда люди говорят Что давайте Вот есть хорошее предложение Давайте к властям Пойдем И какие-то бумаги Им принесем Ну в принципе Если так рассуждать По уму То все что нужно сделать Это скоординировать То есть взять людей Которые действительно Хотят улучшить В регионе Экологическую обстановку Это те же активисты Те же ребята Которые радуют За этот вопрос Это скоординировать Правительство Кировской области Активистов Скоординировать Тот же волшебный куприт Который может На самом деле Поучаствовать В открытии Вот этих точек То есть Скоординировать Муниципалитеты Обязать их Это делать И провести Творческую Разъяснительную работу С магазинами Потому что На самом деле Ввести экологический сбор В терминал Который стоит в магазине Это работа Пяти минут То есть Никаких проблем Там поменять В программе Одну строчку Нету И Твой вариант Когда там Магазин хочет Не хочет Но Магазин не может Игнорировать Региональные законы Если это будет Распоряжение То разумеется Да Уже принятое Распоряжение То разумеется Да Вот в принципе Эта тема Понятна Ни одной недели Ни одного месяца Ни одного года Скорее Нет То что Ни одного года Это факт Потому что К реальному Цивилизованному Вот Мы начинаем Рассуждать На самом деле В России И очень любят рассуждать С того что мы организуем Пункты Это Правительство Это активисты Мы выйдем Безусловно Мы выйдем На законодательный уровень Безусловно Такой запрос будет Но Это связище Мы уже собираем Так Все что нам нужно Чтобы это пошло дальше То есть Степ бай степ Мы хотим На самом деле Нужна отстроенная система Мы хотели бы Мы хотели бы По этому поводу Усучить Первых лиц правительства Что они поэтому думают Да Мы обязательно Этот вопрос зададим Я думаю Что возможность Такая у нас будет Да И мы с Владимиром Маматовым Я так понимаю Что сегодня Наверное Уже не успеваем Поговорить о каких-то Других темах Или есть что-то важное Что мы еще хотели бы сказать Ну нет Ты знаешь Мы можем Минутку у нас есть еще Нет Мы можем обозначить И летнее 31 Которое выходит Безалкогольное Конечно Безалкогольное Мы другого вообще не выпускаем И мы планируем вернуть Трехлитровую упаковку Я думаю Что мы порадуем кировчан Но перед тем Какое вернуть Мы начнем с опроса Вот так же Как мы делали По зеленому 31 Безалкогольному Да Я помню Мы загоним опрос Который Я думаю Что мы услышим ответ Вообще людям нужно это или нет Именно трехлитровая тара Да Да Мы говорили о том Что это такое Это две тары по полтора литра Объединенные в одну И Законом запрещено Более выгодные для покупателей Обходить или обманывать Наши законодатели Да Но Но Коммерсанты Кстати говоря Мы списывались Вчера Они заинтересовались Темой трехлитровых Да Газета коммерсант Ну да Пока у нас одна Она такая Там еще радио есть просто Да Я не знал кстати этого Не помню точнее Вот Да Они заинтересовались То есть сейчас мы проведем Опрос кировчан И если это интересно Здорово Ну думаю Что и коммерсант Нас поддержит С этим нововведением Вот И Шнейдер Да Готовится премиальный Русский стаут Имперский Безалкогольный Какой еще бывает стаут Каждый любитель пива Меня поймет Безалкогольный 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 Это кировская ноу-хау Безалкогольный стаут Вот Мы это выпустим На 28 марта Когда у нас будет Все-таки День рождения Прекрасного Завода Вятич 150 лет Шнейдеру 150 бутылок 28 марта Это появляется В магазинах И 150 часов Мы будем его продавать Все На этом Мы точку ставим На этом пафосном Совершенно ноте Мы продолжим В следующий раз И по поводу сортов И по поводу Протвержения завода Хорошо Благодарю Владимира Маматова Пресс-секретаря Завода Вятич Программа Крупный план На этом завершается В студии работала Анна Лапшина Всем до свидания Все, Анечка Все, спасибо Большую удачу Возрастное ограничение Газеты Коммерсанты Радио Коммерсант ФМ Крупный план